Сегодня у нас в гостях путешественник Сергей Ермаков, путешественник, который путешествует сам по себе, без всяких спонсоров, и путешествует на очень длительные промежутки времени и на очень длинные расстояния. Может путешествовать целое лето. Ну, в общем, преамбула получилась невероятная совершенно. Итак, мадам, ваши первые вопросы. Расскажите, пожалуйста, Сергей, вот в какие места вы любите ходить? Я так понимаю, что вы путешествуете по нашей стране. Какие места вам больше всего нравятся? Ну, в принципе, в нашей стране мне нравятся практически все места. Особенно горные места, дальневосточные места, ну и наш север. Единственное, где я не бывал, это Черноморское побережье, так сказать, нашей страны. Как-то меня туда не очень тянет. Там слишком много народу, слишком все обжито. Поэтому север и дальний восток мне ближе. Вот я знаю, что ты, Сергей, отправляешься в путешествие на, ну вот как я говорила, на очень длительный срок. Вот как тебе удается, ведь ты отправляешься в восстановленном режиме. То есть это не то, что где-то тебя ждут какие-то заброски продовольствия, какая-то помощь. То есть ты можешь на целые там 3-4 месяца с собой взять продовольствие, лодку, все это нести. То есть ты фактически 3-4 месяца живешь в тайге. Причем один. Бывает часто, что ты отправляешься один в путешествие. Вот как тебе удается, расскажи немножко стиль твоих походов. Взять с собой продовольствие на несколько месяцев в поход возможно, если двигаешься на лодке. То есть если нужно подойти к горам на длительный срок, то, разумеется, нужно брать лодку, такую, к которой привык человек, погрузить в нее энное количество продовольствия, снаряжения и подниматься вверх по реке, как это называется, бичевой. Потому что вверх подняться на веслах это сложно. Ну а тянуть лодку за веревку, в общем-то, вполне возможно. Соответственно, я обычно исхожу из того, что я беру продуктов килограмм в день. Ну, многие надо мной смеются по этому поводу, но я люблю хорошо кушать и считаю, что на сытый желудок природа выглядит лучше. Соответственно, поднимаясь вверх к горам с лодкой, я оказываюсь уже в достаточно удаленных местах с большим запасом продовольствия. У меня хорошее снаряжение, палатка с печкой. Вот. Ну вот теперь я еще приобрел солнечную батарею, чтобы заряжать такую же камеру, как ту, которая нас сейчас снимает. Вот. И в принципе я не вижу в этом особых сложностей. Главное, чтобы погода была хорошая. Ну вот у тебя какой груз получается на выходе? То есть ты же не можешь это все поднять в одну ходку? Да? Сколько вот килограмм? В одну, разумеется, нет. Вот когда я последний раз ехал на Сунтар, у меня изначально было 120 килограмм. То есть из них где-то, наверное, килограмм 70 было продовольствие. То есть это где-то два с половиной месяца. Вот. Соответственно, к тому моменту, когда я подхожу к горам, и мне нужно перевалить, скажем, на другую сторону, продуктов остается меньше. Потому что на подъеме я, соответственно, ими питаюсь. Вот. Обычно, когда я переваливаю в другую речную систему через горы, я делаю несколько ходок. Ну, скажем, две или три. Вот. Бывает иногда даже и четыре ходки. Но я считаю, что лучше распределить груз на несколько маленьких частей и не надрываться, а сделать лишнюю ходку через перевал, нежели взять на плечи там 45-50 килограмм и ничего больше вокруг не видеть, кроме того, что есть под ногами. Вот. В результате этих нескольких ходов оказываешься с другой стороны хребта с солидным запасом продовольствия, с хорошим снаряжением, с лодкой и с неограниченным запасом, соответственно, времени. Вот я знаю, что ты не берешь с собой никаких средств связи, да? То есть ты у тебя автономно не только по продовольствию, но и по... Ты вообще не связан никак, можно сказать, с внешним миром. Если что-то случается, то есть как ты психологически вообще без всего ходишь, как это вообще нормально, как ты ощущаешь себя? И почему ты не берешь с собой спутниковый телефон? Ну, как-то я об этом думал, о спутниковом телефоне. Ну, хорошо, я могу позвонить жене и сказать, что вот я здесь помираю, и все кранты, и что от этого, скажем так, изменится. Вот. Ну, как бы и вообще я не заморачивался над этой проблемой. Ну, я знаю, что и ты, и твоя жена Нина – это геологи. Да. То есть вот расскажи, с чего вообще началась твоя такая практика путешествий, скажем так? С геологии или ты с детства вот тебя тянуло к такому? Ну, собственно говоря, сама геология началась с путешествий. То есть я же в геологию пошел именно с точки зрения, что можно будет путешествовать, а не с точки зрения, что надо будет заниматься геологией. А в советское время это была как бы единственная возможность путешествовать. Нельзя было не работать 4 месяца и куда-то поехать. Да. Да, за это могли спокойно совершенно посадить. Вот. В ту же самую тайгу. Надолго. Вот. Поэтому я пошел в геологию именно для того, чтобы путешествовать. А когда геология государственная в нашей стране накрылась, где-то в 91-м году последний раз ездили в экспедиции, ну, и с тех пор пришлось ездить самому. Вот. Как-то так. Ну, вот где проходили твои основные геологические работы, в каких местах и какую ты там получил, можно сказать, практику? Вот. Какие у вас были случаи в геологии, где вы там тоже ходили, может, смотрели? Нет, ну, случай, рассказать о случаях это целая. Ну, или о практике как-то. Ну, основное время я работал в аэрогеологии на Дальнем Востоке, в Охотском районе, в общем-то. Вот. Ну, соответственно, основную практику таежную, устройство быта и, в принципе, передвижение по тайге, это все я получил в аэрогеологии. Вот. Ну, до этого я, собственно говоря, в советское время успел много где работать. Под Магаданом, на Памире, в Читинской области. В общем-то, ну, много где, в то время много где работали. Ну, и можно сравнить геологическую вот эту вот жизнь с той жизнью, которую ты сейчас проводишь в путешествии своем? Нет, абсолютно. То есть, это две принципиально разные вещи. То есть, геология, работа в экспедиции геологической, это тяжелый, кропотливый, нудный, каждодневный труд. А в данном случае в походе я предоставлен сам себе, никто не ждет от меня отчета, результатов и сроков. Это совсем другое дело. А вот сейчас как ты зарабатываешь деньги на путешествия? Ты чем занимаешься? Зимой работать надо. Ну, и какая у тебя специальность? Ой, у меня столько специальностей. У меня дома корочек вот такая вот пачка, чего я умею. Я дипломированный специалист во всем. Вообще-то, я работаю плотником, строю дачи. Соответственно, я работаю зимой, ну и собираю деньги на лето. То есть, все мои походы, они обеспечены, мягко говоря, мозолями на руках. Деньги мне не падают с неба. Я ничего не сдаю, не получаю никаких дивидендов. Я деньги зарабатываю трудом на походы. Да, ну вот в одиночку ты ходишь. Почему так получается? Тебе нравится одному? И не скучно ли тебе так долго находиться в одиночестве? Ну, я думаю, ты даже по своему опыту знаешь ответ на этот вопрос. Ты можешь поехать на 4 месяца? Ну, я не могу, да. Ну? То есть, при том, что ты сама все время ездишь, и это твое хобби, твой стиль жизни, и ты не можешь поехать на 4 месяца. Так кто может? То есть, если бы у тебя был спутник, который мог бы поехать, ты бы с ним поехал, да? Если бы он меня устраивал, то вполне возможно, да. Но все равно, вот ты находишься один. То есть, получается, что это у тебя просто вот такая жизнь на природе. То есть, вот чем отличается твое путешествие, скажем так, от спортивного похода? Ну, собственно говоря, всем. Потому что, смотри, нет срока. То есть, не нужно никуда спешить. Нет обратного билета. То есть, когда я приеду, это, собственно говоря, непринципиально. Главное, чтобы еды хватило. То есть, я возвращаюсь домой, когда меня выгонит зима. Ну, спортивный поход, это же не так. То есть, мне не нужно пробежать определенное количество километров. Опять же, если нет никакого графика, нет никакого предварительного плана, а он только приблизительный. То есть, двигаясь по маршруту, и вдруг ты узнаешь, скажем, от оленеводов, что где-то в стране есть что-то интересное. Всегда можно сделать туда выход, или изменить маршрут, или еще что-то. А в спортивном походе, как я понимаю, я, правда, в них никогда не был, но думаю, что это так, такого нет, наверное. Ну, да, не всегда, конечно, так. Ну, вот ты мог бы рассказать о каких-то очень, ну, запомнившихся тебе интересных моментах твоих путешествий? Какие-то были, может быть, уникальные встречи, или экстремальные ситуации, или там, я не знаю, может, ты там мамонта находил, замерзшего в линзах, что-нибудь такое? Нет, мамонты не находил, к сожалению. Ну, вот если в тех скрытых ледниках, которые я видел, порыскать, то, наверное, можно что-нибудь интересное найти. Мамонты, кстати, они северные, это же в Устье Лены, там без конца в этой грязи копают эти вот бивни мамонтов. Ну, я как бы там не был. Опять же, там все схвачено, там торговля этими бивнями проставлена на поток, так что делать там нехрен, мягко говоря. А так, как их запоминаешь? Там все события интересные, их много. Ну, вот, я знаю, ты берешь ружье, да? У тебя были встречи с белыми, например, медведями? Или только с такими? Нет, белые. Вообще, приходилось ли стрелять медведей, чтобы... Приходилось, да, приходилось. Белые медведи, они значительно севернее, в общем-то, в тех краях, где я бываю. Там, к счастью, нет белых медведей. А обычный бурый медведь, он как бы старается уступить дорогу человеку. Ну, бывают, конечно, исключения, в общем-то. И ружье в дальних... Вот на Дальнем Востоке там, конечно, ружье обязательно нужно. Потому что бывало ли случаи, когда за один день на лагерь выходило порядка восьми медведей, я специально считал. Ну, как правило, они, увидев человека, увидев палатку, дым, там, услышав выстрелы, уходят, в общем-то. Но исключения бывают, то есть ружье нужно. Ну, вот это ты в экспедиции, да? Нет, это здесь. Ну, в экспедиции тоже бывали случаи. Ну, это вот в походах. То есть один раз на тебя восемь медведей? Вот на Дальнем Востоке на лагерь выходил максимально. На твой лагерь? На мой лагерь, разумеется. Нет, это не в экспедиции, это именно в проходе. То есть на Охотском побережье, да, порядка восьми медведей выходило за день, я их специально считал. А так два-три за день встретить, это как нечего делать. Ну, ты стрелял когда-нибудь? Стрелял, да. Какие вот это были случаи? Ну, был вот там же на Охотском побережье, загнал меня на дерево. Медведь, в общем-то, деваться было некуда, пришлось его убить, ничего не поделаешь. А вот почему у медведей бывают такие агрессивные, что это характер? Ну, как и люди, характер, как и у людей. Один человек спокойный, а другой сразу лезет в драку, только и все. Ну, а вот так вот палатки, они обычно не подходят, они беспокоят вечером или утром? В походах нет, не беспокоят. Утром было, да, подходил медведь, ну, увидел, что человек живой, шевелится, и ушел. А так обычно стараются они обойти стороной. Он ко мне тоже, потому что подходил, прям по гальке идет, прям пудет меня утром. Ну, да, он все-таки запаха боится, убегает. Но потом, да, он чувствует, что человек, и уходит, да. Тут главное на него, так сказать, я даже не знаю, что главное, потому что были случаи, когда я буквально чуть не наступил на медведя, и то он выскочил из-под ноги и удрал. Он лежал на тропе в луже, на жаре, и, видимо, спал. Это еще в экспедиции, а мы шли с маршрута, несколько человек. И он уже нас заметил, когда вот уже я ногу над ним занес, и все. И он удрал, треск был по весу. Вот. Ну, хорошо, если бы все вот так они себя вели. Вот интересно, ты забрасываешься на маршрут, то есть вот ты не пользуешься самолетом, потому что, ну, большой груз, да. И вот, например, чтобы заброситься на хребет Сан-Тархаята, да, Хаята, правильнее, ты сплавлялся сначала по Алдану. То есть для нормального человека вообще уже сплав по Алдану – это целое путешествие, да. Да, ты просто сплавился, Алдану – это же целый месяц сплава, да. Ну, не месяц, там 17 переходов получилось, и заняло 3 недели всего. В общем, ничего особенного. А что там сплавляться-то? В Томоте подъехал к воде, рядом магазин, все погрузил в лодку, и все, и вниз, вперед. Через 3 недели уже в Хандаге высадился. Ничего особенного, там же нет ни порогов, никаких-то завалов, то есть ничего сложного. Там просто плывешь и вниз, и все. Ну, да, как раньше, он к Рашининнику добирался на Камчатку, я знаю, 4 года. Ничего сложного, там, то есть 10 перезимует, то там, так и ты. Вот кто-то летит на самолете, через двое суток уже он на хребете Сан-Тархаята, а кто-то вот 3 недели в своем воде. Ну, сам по себе сплав по Алдану при хорошей погоде, в общем, интересное занятие. То есть там хорошие виды, тепло, солнце, в общем-то. Уже ближе к Хандаге вода прогревается, можно искупаться вполне, значит. Опять же, кое-какую рыбку можно половить на стоянках. Щука, карась там попадается на спиннинг, в общем-то. Прямо скажем тоже. А потом сильно рада приехать туда, в Хандагу, и отправляться на Сан-Тархаята, так там еще снег будет. А начинать путешествие в середине лета, как бы тоже. Лето-то надо использовать полностью. Ну, я так понимаю, для тебя путешествие – это просто обычная жизнь только на природе, так, да? Да, совершенно верно. Вот это, наверное, главное отличие от спортивных туристов. Да, то есть я там просто живу, я ничего не добиваюсь, не доказываю, никуда не спешу. Я живу на природе вообще. И питаешься, в общем-то, обычной едой, как я понимаю. То есть ты не берешь какие-то специальные сублиматы там? Нет. Вот, перечисли, пожалуйста, основные продукты. Вот что ты берешь? Ну, как, сахар, я люблю сладкое, это раз. Мука, крупа, макароны, ну и, собственно, приправы всевозможные. Ну, вот. А там уже рыбалка, охота, да? Ну, это уже, да, это, так сказать, как бы дополнение. То есть никогда нельзя рассчитывать на удачную рыбалку, а тем более на охоту, потому что этого может не быть. То есть продукта все равно должно быть достаточно. Вот, а уже плюс к этому, конечно, можно, так сказать, порыбачить и поохотиться. Это как бы разнообразит рацион. Когда я был на потаранах, то у меня крупы килограмм 10 осталось, потому что было много рыбар. Ну, а если бы ее не было, то что? Кто-то только что похудел на 7 килограмм за месяц. Ну и что? А я за 4 месяца похудел на 10, вот когда в Масунтаре был. А вы представляете, если бы по твоим этим пропорциям, я бы вообще исчез за это время, за 4 месяца. Ну да, это у тебя жизнь. Для нас все-таки таких людей, которые все-таки, ну, как-то связывают время, мы столько не можем как бы... Худеть. Все бросить и, да, медленно перемещаться по тайге. Еще что меня интересовало, значит... А, ну вот снаряжение, да? Я смотрю, у тебя все в основном снаряжение самодельное, так? То есть я смотрю даже вот старого образца палатка там, ну, сказать... То есть ты не пользуешься всякими там каркасными этими... Ну, какие сейчас палатки? Я тебя понял, да. Нет, это, видимо, экспедиционная практика. Вот эта вот обычная палатка домиком. Ну, только что вот тент я к ней придумал. Вот. Она очень удобна. То есть брезентовая крыша и печка в палатке, они дают очень большой комфорт. То есть вот в моей палатке, вот если в нее пришел, поставил палатку под дождем, весь мокрый, то через час штормовка у меня в палатке высыхает полностью. При том, что на улице дождик не кончился, он так же льет. Ну, штормовка у тебя тоже брезентовая, да? Ну, да, обычная совершенно. У вас там обычная. Ну, все, ну, вот как я, скажем, как я здесь сижу, так я и иду в поход. То есть ничего особенного, никакого снаряжения у меня нет. А то люди многие говорят, ну, как же пойти в поход? Это же надо столько там, вот, на снаряжение потратить, на дорогу, там, самолет. А можно, вот, оказывается, и не так уж особо много потратить. Ну, как бы, более экономно, да? Ну, собственно, я не знаю. Бюджетно. Насчет экономии, да. Бюджетно. Но, тем не менее, те же ботинки, в которых я хожу в городе, я в них и еду в поход. Ну, единственное, что я беру к ним болотники, обычная резина. Я беру, ну, вот, собственно, и все. А так, палатка с печкой. То есть у меня тепло, уютно, и даже если вдруг выпал снег, то у меня все равно плюс. То есть в палатке можно сидеть в майте и пить кофе, на этой же печке приготовленная, а на улице пусть творится чего угодно, абсолютно. И лодка у меня достаточно большая, но не самодельная. Вот, и чтобы в нее влезло много продуктов, снаряжения, чтобы в ней было удобно. Лодка у тебя резиновая, как я понимаю, да, и баллоны какой объем там примерно? Ну, ПВХ у меня лодка, там вот это вот, пеликан я брал, и вторая большая, которая на двух человек, она на заказ склеена в Уфе. Там где-то порядка сорока сантиметров баллона. Я так понимаю, у тебя и печка, ведь печка тоже самодельная, да, и очень интересная конструкция. Ты расскажи немножко, и, может быть, скажи, если люди будут интересоваться, где можно посмотреть ее конструкцию, там. Ты же выкладываешь, я знаю, во-первых, у тебя там есть твой канал, где есть замечательные фильмы, и ты делишься своим опытом с людьми. Ну, это канал на Ютубе, да, есть мой канал. Канал Сергея Ермакова, да, просто? Нет, канал Странник. А, канал Странник. 19.59, да, это мой канал на Ютубе. Странник 19.59, то есть, во-вторых, бог от людей. Там есть ролик «Мое снаряжение», и в нем, собственно, там описано устройство палатки и печка сама, в общем-то, и все остальное. И также на Яндекс.Фотках там есть несколько снимков этой печки, ну и с описанием. Что самое интересное, когда я выложил на Яндекс.Фотке эту печку, ее конструкцию, описание, то через месяц она появилась в продаже. Называется «Пашихонка». Вот, и это не реклама «Пашихонки», но, тем не менее, это почти один в один моя печка. То есть, наверное, та у них, которая самая маленькая, это вот она и есть. Так что теперь ее и делать не надо. Даже если мне понадобятся новые, то я пойду и у них куплю. Вот, чтобы не делать печку на письменном столе, как я обычно все время дома делал. Ну, я знаю, у тебя очень много фильмов. Вот, перечисли, может, вкратце, в каких районах ты был и снимал фильмы. То есть, это вот «Сунтар Хаята», да? Причем несколько походов разных, как бы, вариантов. Ну, вот на «Баме» еще несколько фильмов есть. По «Баму», да? Ну, окрестностей. На «Каларском хребте», да, в районе «Новой Чары» в основном. Вот, ну, и энное количество фильмов лежит по сплаву по Подмосковью. Ну, я не знаю, насколько это интересно. Там это, на «Майске» обычно я езжу дней на 10, в общем-то, и с Ниной мы ездили. Вот, ну, это, наверное, и все. Ну, кое-какие фильмы там еще лежат по работе, в общем-то, по строительству. А в следующем году, я знаю, ты планируешь на... Нет, я пока не планирую никуда. Я еще только приехал, да. Чтобы что-то планировать, сперва надо поработать. Да и вообще рано планировать, так как у меня обычно заранее это сильно не планируется. Я могу собраться в любой момент и поехать. То есть, ты не готовишься там за год? Нет. Или ты всегда готов просто? Как жизнь? В принципе, да. Всегда готов отправиться. Особенно в те районы, где уже я был, там, собственно, подготовлен картографический материал, и никаких других проблем нет. Снаряжение тоже все есть. То есть, нужно собраться, купить билет и ехать. То есть, на это уйдет на несколько дней буквально. А вот картографический материал, как ты вообще, чем ты пользуешься? GPS-ом, картами? Я пользуюсь бумажными картами и компасом. Как ты хранишь карты в походе? С трудом, скажем так. То есть, то, что печатается на принтере, оно, к сожалению, от воды расползается. Ну вот, поэтому приходится упаковывать как следует в салофан. Тем не менее, ламинировать карты я не хочу, потому что иначе на них нельзя возить карандашом. А я очень люблю все это размечать, делать пометки, в маршрут, там, подписывать все. Это называется фактмат. То есть, это та информация, которая добыта непосредственно в походе. Фактически. Да, ее не восстановить просто так. Ну, что, в салофан, в герму, куда еще. А если бы вот не закончились работы полевые в геологии, ты бы стал таким путешественником? Или бы ты продолжал... А как? Я бы работал. Какой путешественник? Работать надо. Ну, а тебе больше нравится та жизнь, которая сейчас у тебя? Все-таки, когда в геологии там, ну, работать на какую-то общую цель. А сейчас ты вроде как... Ну, ты, правда, делаешь фильмы для всех, но вот тебе... Я бы и в геологии фильмы делал для всех. Они получились бы нисколько, не менее увлекательными, а даже, думаю, более. Понимаю, там, специфика своеобразная. Вот, то есть, если бы работа продолжалась, я бы так и работал. Почему нет? Я же, представляешь, сколько преимуществ. Тебе дали снаряжение, тебя забросили вертолетом в тайгу. У тебя продукты мешками, ящиками. То есть, ты не вот такую вот герму муки берешь, а 70 килограммов в мешок обычно. Нормально совершенно. А расскажи, вот, кстати, какие были заброски в геологии? Как вас перебрасывали с места на место и как забрасывали продукты? Ты говоришь, в бочках там? В восьмерках вертолеты забрасывал всегда. Вы забрасывали продукты и вот как-то в бочку привязывали их к дереву? Нет, нет. Обычно как, отряд четыре человека, он грузится в вертолет и, соответственно, берут продуктов там на все лето сразу с собой. Там плюс палатки, там печки и все это добро. То есть, вертолет берет две тонны, соответственно, он берет весь отряд целиком полностью. В бочке делается это, выкидушка так делалась, то есть, 200-литровая бочка открывается по периметру, как консервная банка, отгибается, туда складывается продукт, там палатка, еще что-нибудь, все это закрывается. Через дырки завязывается стальной проволокой. Все, и вертолет попутно, вот он высаживает лагерь, значит, летит, выбрасывает в нужной точке эту бочку. Ну, то есть, что значит, выбрасывает, он садится, выкатываешь бочку, привязываешь к дереву, чтобы медведь не утащил. Вот, и вертолет улетает, на карте ставится точка. Потом туда приходят два человека из этого отряда и отрабатывают определенный участок. Вот это называется выкидушка. Ну, это вот в советское время было, сейчас не знаю, делают так или нет. Ну, наверное. А вам приходилось сплавляться во время геологической работы? Именно сплав устраивать, чтобы там выйти с маршрута или маршрут с сплавом? Нет, там были отдельные отряды. Которые, которые работали при реке, у них, да, были обычно несколько пятисоток лодок, в общем-то, и они сплавлялись. Ну, я этим не занимался, у нас не было такого. Мы работали в горах, как правило, высоко. Ну, вот, ты же, когда идешь, тебе приходится пережидать непогоду. Ты идешь только в хорошую погоду, вот, ходишь ты в... В хорошую, конечно, а я не ограничен во времени. Ну, да, и вот что ты делаешь? Я так понимаю, ты читаешь книжку, да? Ну, я беру электронную книгу. То есть, это неистащимый источник, значит, литература. Вот. Лежишь в теплой палатке, пьешь кофе, читаешь книжку, а там барабанит дождик и плюс два. Вот. Ну, фиг с ним, он через несколько дней пройдет, вылезет солнце и можно двигаться дальше. Понятно. Это не спорт, это отдых. Отдых путешественника. Хорошо. Ну, какие у тебя планы пока? Новые районы, которые бы ты хотел посетить? Пока надо поработать. Поработать. А потом будем думать о планах. Ну, а как ты думаешь, любой человек, если он захочет поставить себе цель, пройти по какому-то маршруту, по таежной, тундровой зоне, что для этого тут нужно? Это большое желание или что это вообще? Скажешь, желание нужно однозначно. Если нет желания, чего туда переться. Это ты сама понимаешь. А что конкретно нужно? Ну, я не знаю. Если у человека есть желание, то, соответственно, он будет ходить в походы. И не сразу, конечно, там Чукотку будет пересекать в одиночку от Анадыря до Певека. Это понятно. А начнет, скажем, там с близлежащих лесопарк у тебя под окнами. А потом уже начинает появляться опыт. То есть, конечно, сразу человек, который никогда дальше порога не выходил, и вообще живет квартира, машина, офис, офис, машина, квартира, я не думаю, что он сразу, так сказать, поедет в Тайву, в общем-то, куда-то далеко. То есть, опять же, наверное, призвание к этому какое-то нужно. Ну, а так, в принципе, отправиться вот на такую речку, например, как Алдан, или вот какие речки, куда, в принципе, можно подъехать на поезде, взять надувную лодку и отправиться в путь. Это же может любой, если... Да, может любой, было бы желание. Ничего особенного тут нет, абсолютно. В твоих путешествиях. То есть, в простых путешествиях, вот особенно на майские праздники, же много народу ездит, в общем-то, и те, кто не ездит в дальние путешествия никуда, просто вот они едут на майский, да, подъезжают к воде, надувают лодку, и сплавляются там до ближайшей станции. Несколько дней там с отдыхом. Ничего тут особенного нет. Много людей так живут. Ты мог бы назвать свой любимый уголок в России, куда бы тебе еще хотелось бы попасть и быть там? Ой, мне вообще много куда хотелось бы попасть. Была бы возможность. То есть, я бы с удовольствием поехал еще на Сунтар, с удовольствием поехал бы на Каларский хребет, вот в район Новый Чар, на Шантарские острова, на Путорана. То есть, вот все эти места мне очень нравятся. Я бы с удовольствием туда поехал. Ну, плюс к тому, что часто я бываю на Белом море, мне тоже очень нравится. В общем, много чего нравится. Ну, невозможно объять необъятное. Не забывай, что наша страна – это все-таки одна седьмая часть суши. Места много. Ты сама бы наверняка выбрала бы столько мест, куда поехать хотелось, что жизни не хватит. Вот читаешь иногда комментарии к твоим фильмам, да, и там люди говорят, ну, да, вот, наверное, вот, вы же часто, ну, не часто, но бывает, что вы ходите вдвоем с женой, да, с Ниной. То есть, у тебя тоже такого склада характера спутница Жени, которая, ну, и геолог, и любит так вот путешествовать. Ну, вот спрашивают, ну, вот смотришь фильм, и кажется, что все-таки вот под этим проскальзывает, что вот бывают какие-то моменты, когда она говорит, а вот давай в следующем году в Турцию или там в какой-то тур. Действительно такое бывает. Хочется ли ей в Турцию куда-то? Потому что вот, ну, люди как бы такие, есть домыслы. Просила ли она тебя купить какую-нибудь тюрьку? Нет, она, конечно, не просила. Ну, было такое же... Какой санаторий-то? Ну, не санаторий, хорошо, не так выразилось. Какой-нибудь тур, тур зарубежный, скажем, там, вот на побережье в Турции там или там, ну, куда-нибудь в Европу. Хотелось ей поехать? Вот так просила она тебя? Ну, может быть, ей когда-нибудь и хотелось поехать, но она никогда не просила, и в принципе она у меня ничего не просит. Вот как-то так. То есть нравится вот такой... Ну, она тоже, да, тоже любит вот нашу природу, в общем-то, тайгу. То есть мы же всю жизнь работали в тайне. Вот, да. Я знаю, что у вас есть избушка на Белом море, да, и вы там... Едет. Каждое лето, ну, не лето, но бывает, что вы целое лето там живете, да? То есть люди ездят на дачу где-то здесь, недалеко от своих городов, то есть москвичи в Подмосковье там выращивают цветы или... Да, вот, к сожалению, далековато немножко дача, в общем-то, а так все хорошо, да. А вы на даче занимаетесь рыбалкой? Рыбалка, баня, грибы, ягоды, малина у меня там растет. Ну, это все как бы дикое, вы сами ничего не выращиваете. Ну, разумеется, разумеется. Вы знаете, мы пытались. У нас один раз за много лет выросла редиска. И это был единственный подвиг. С тех пор мы его не повторяем. Но это ведь каждому свое. Ну, это да. Кто-то находит свое счастье в выращивании. В общем, я знаю таких людей у нас в экспедиции, которые всю жизнь ездили в экспедицию, а потом у них появилась дача, значит, когда все это развалилось. И они поняли, как это интересно, что вот раз, и все выросло. Ты знаешь, как это здорово. В общем-то, ничего не было. Вот он посадил, и тут все цветет. И столько плодов всяких. То есть, я их отлично понимаю. Так что, совершенно не обязательно внушать всем, что все они готовы сейчас вот все бросить и ломануться куда-нибудь в тайгу. То есть, одному это нравится, а другой считает, что это вообще полный бред. Кесарево, кесарево, а слесарево, слесарево. Когда я смотрела фильм, как ты ходил на ледники Мусхаи, меня очень потрясло то, что ты первый раз, вот реально первый раз надел кошки, взял ледорог. То есть, ты никогда в жизни до этого не ходил по ледникам, и тут вышел, и у тебя были впечатления вот такие человека, ну, вот как ребенок, который первый раз. И вот на самом деле, вот тебе не страшно было первый раз без опыта выходить на ледники? Ты где-то тренировался до этого или нет? И действительно, какие твои были ощущения? Нет, я нигде не... А где можно тренироваться на леднике? Ну, не знаю, может быть, ты специально съездил на Кавказ там и с инструктором походил по леднику, я не знаю. Такого не было? Нет, конечно, каким инструктором? Все, я сам инструктор. По всему. Ну, хорошо, ты просто узнал, что по ледникам надо ходить с кошками или дорогой. Ну, вообще-то я это всегда знал, да. Ну, хорошо, да. Шел в магазин и купил самые простые кошки, которые можно надеть на любую обувь, в том числе на болотные сапоги они подходят. Или на руб. Я прочитал, что нужно брать его по размеру, по высоте. Но я взял самый длинный, 85, что ли, я не помню. Вот, чтобы можно было ходить как на тросточку опираться. Ну, и, в общем, оказалось очень удобно. То есть, действительно, вот, при хождении по льду, то есть, замечательная совершенно штука. То есть, ты первый раз вышел на лед без всякого опыта, взял и прошел и поднялся на мусхаю. Получается так, да? Ну, почти так. То есть, я один раз попробовал их в парке пионеров и школьников на ледяной горке. О! Да, я пришел туда, одел их на ботинки, и все стоящие вокруг смотрели на меня как на дурака, значит, когда я по этой горке пытался подняться, в общем-то, в этих кошках. Ну, вот это была единственная тренировка. Минут 15, наверное. Потом я, да, полез на мусхаю. Замечательно. А первый раз, когда я хотела надеть их, это было уже на такой стенке, я лезла, я рубила... Да, туда уже не надеть было. Нет, может и можно. Я рубила уже просто ступени ножом и как-то карабкалась. Тут, например, у меня на кошках проходит парень. Они тоже пошли в это длинное восхождение. А, это была гора колокольни. Прогуливаясь, скажем так. И он так идет мимо меня так быстро, я так на него смотрю. В общем, пока я лезла, рубила ступени, они уже сходили на вершину, пошли вниз. Я говорю, дай мне кошки, я ему говорю. Он говорит, а ты в кошках ходил? Я говорю, нет. Тогда я лучше тебе не дам, потому что опасно первый раз надевать кошки, можно сорваться. Если у тебя нет навыка хождения кошек, можно зацепиться за штанину и как бы еще опаснее. Потому что в них, на самом деле, если ты летишь по слону, там особая техника там поднял. А ты падал, когда ходил? На ровном месте совершенно. Я шагнул вбок и, разумеется, это... Ну, я в этот раз тоже один раз гробнулась. Да, да. То есть в них надо уметь ходить. Вот. То есть небольшой навык. И он мне не дал, чтобы... И я долезла вот так вот. Я долезла все-таки. Может быть, это опаснее в чем-то, но как бы раз я к этому... Ну, я привыкла уже, иду, и я... Ну, понятно. Но это у тебя было на склоне. Да. Понимаешь, как? То есть изначально ходишь по пологой, ледники это пологие. То есть я пока ходил по ледникам, я привык. Натренировался. Да. То есть я и ходил сразу, как вышел на лед, скажем так. Вот. И уже привык. То есть здесь можно споткнуться. Я не раз зацепил с ними, прежде чем, так сказать, привык к этому делу. Вот. Потому что шагнуть вбок, это целое дело с ними. Вот. И, собственно... А там и нет таких особо крутых ледников. Ну, в общем, да. Ну, скорее, я согласна. Там, где круто начинается, там снег почему-то лежит. Снежник плотный. Там, собственно, и кошке-то особо не нужно. Но в основном твоя работа в геологии, где ты до этого ходил, всегда проходила в лесной зоне, скажем так. Да. То есть ты не пользовался там горелкой? Нет, нет. Там не было у нас такого. И, то есть, когда ты планировал восхождение на Мусхаю, и ты знал, что будет безлесная зона, и ты первый раз взял еще и горелку, да? Совершенно верно. Первый раз. То есть ты, опять же, не получил какой-то опыт в какой-то туристской группе, ты не прошел какой-то маршрут в группе по безлесной зоне, а просто сам один вышел с этой горелкой, поджег ее, и все было нормально. Ну, насчет того, что все было нормально, это не совсем так. То есть я взял 95-й бензин, она мультитопливная. Видимо, этого делать не надо было. То есть каждые два дня там забивался этот канал испарительный. Его надо было чистить. В конце концов, он забился так, что прочистить его не удалось. И я на сырых макаронах, значит, добрался до лагеря. Сырые макароны ты грыз их? Нет, я не грыз. Я их сварил вечером, а к утру она накрылась. А, она холодная? Да, и до ближайшего леса день пути, значит, до дров, где я мог нормально поесть, значит, пришлось идти на холодных этих макаронах. Но, тем не менее, когда я пришел в лагерь, я развинтил ее, насколько мог. Вот. Отжег в печке в своей обычной, там, в течение трех часов. Она аж малиновая накалилась такая. И так как никаких пассатижей у меня не было, значит, этот конец тросика, которым надо прочищать этот канал, я зажал в замке ружья. Там очень сильный, получается, этот рычаг. Ну, и, соответственно, вытащил оттуда. Ну, все, оттуда высыпался какой-то порошок, значит, все ее прочистил, и она дальше работала. Вот. Но, тем не менее, это меня сильно насторожило. Потому что остаться где-то наверху, на ледниках, без горелки, в общем-то, это очень печально, когда до ближайшего леса несколько дней пути. Это очень неприятно. А бывало у тебя, чтобы срывало палатку, промокало насквозь навяжение? Такие какие-то... Ну, не то, что экстремальные, но какие-то вот... Или ты настолько хорошо все продумываешь, ставишь лагерь так, что у тебя прям... Нет, ну, как? В общем, нет, таких экстрессов не было. Ну, лагерь стараешься поставить обязательно в лесу. Если в тундровой зоне, то где-нибудь за пригорком, за скалой. Ну, чтобы не дуло, чтобы не трепало палатку. Ну, а, соответственно, при наличии печки все можно высушить, в общем-то, как от нечего делать и самому обогреться, даже если сильно замерз. Вот. А палатка у меня не промокает, даже без тента брезент не промокает. У него замечательное свойство. Он выводит влагу из теплого помещения наружу, в холодную. То есть, поэтому в палатке все сохнет. Иногда, когда сильно затапливаешь, и все в палатке мокрое, развешено под коньком, то прямо видно, как пар идет сквозь брезент. То есть, все это дело сохнет. Высыхает довольно быстро. А если еще наверху над палаткой поставить тент из современного синтетики, из какой-то, не знаю из какой-то, вот, то, в принципе, очень комфортно. Очень сухо в палатке. И, соответственно, у меня стенки плотные, это не морлевка никакая, их не продувает. То есть, даже при сильном ветре в палатке, в общем, тепло и не дует. А из обуви, как я поняла, ты берешь только болотные сапоги и какие-то вот городские тупики, тапочки, чтобы... Да, 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 да. Ну, ботинки или сандалии или что-то такое, что полегче для того, чтобы ходить по лагерям. Ботинки все-таки? Ну, легкие. То есть, ты не берешь горные ботинки никогда? Нет, нет, нет. Никогда. То есть, вот даже... В чем я к тебе пришел, вот, то я и возьму, собственно, в поход. Вот. Ну, и болотные сапоги. Обычно я беру резиновые, черные, в общем. Я считаю, что они самые удобные. Ну, тяжелые просто. У тебя когда-нибудь были перевороты на твоей лодке? Нет. Никогда. То есть, ты просто... Я так понимаю, ты избегаешь экстремальных ситуаций? Да, конечно. Потому что любой переворот для меня это очень печальное явление, соответственно. Потому что в лодке у меня просто все лежит разложено. Если перевернется, то это будет очень серьезные последствия. Опять же, ружье там и все прочее. Поэтому я в стремнину не лезу. Если есть возможность, если я вижу, что на реке Буруны есть возможность провести лодку вдоль берега, то я так и делаю. А были ли у тебя случаи, чтобы ты голодал? Что там все кончилось? Или, ну вот, я не знаю. Вот было, чтобы ты голодал там двое суток, например? Ну, первые наши путешественники на Патарану втроем мы ездили с Нинкой и с другом, с моим. Две недели мы не ели практически ничего. Почему так получилось? Потому что была перестройка. И в Москве уже были продукты, а в Норильске ничего не было. Все было по талонам. И мы рассчитывали сдуру-то на рыбалку и на охоту. Рыбалка была, но слабенькая. Охота тоже была слабенькая. И жрать было нечего. То есть вы заранее уже знали, что вы будете добывать продукты только на месте? Ну, получилось так, да. То есть это не специально. Ну, да, потому что не было в местных магазинах. Да, но не возвращаться же оттуда, да. Потому что нет еды в магазинах. Так что такой случай был. И, в общем, прямо скажем, еще те впечатления. Никому не... Нет. Две недели реально? Две недели реально, да. Голодали прям? Да, потом мы в конце концов вышли к местным рыбакам, значит, и чуть не померли от обжорства. У меня было такое. То есть есть после этого, в принципе, много нельзя. А не есть совершенно невозможно. И нас кормили, значит, мы сожрали все, что у них было, по-моему. Все, что приготовлено на целую артель было. И чуть не загнулись. У тебя были случаи, чтобы ты заблудился. Вот Рёв заблудился, не знал, куда идти. Бывали? Да нет, вроде. То есть никогда не заблуждался в лесу, в тайге. То есть ты там себя как дома чувствуешь? Или просто... Да, я себя в тайге чувствую как дома. Опять же, я же хожу в основном в гористые местности. Там сложно заблудиться. То есть если ты не знаешь где-то... Ну, приподнялся немножко на склон, и все же видно вокруг. Я понимаю тех, кто путешествует, скажем, по Архангельской области, где-то там в районе Печоры, где 100 километров строевого леса и ни одного пригорка. Да, там, наверное, сложно ориентироваться. То есть я их понимаю, что они ходят с GPS-ом и все прочее. В общем-то, а в горах, или по реке, в этом нет совершенно необходимости. Был интересный случай, когда у меня Нинка потерялась. Да, такое бывало. Ну и как бы начали? Это на этом, как это называется, по имнаху, вот, набами мы поднимались вверх. Идем мы по тропе. Я впереди, она сзади, значит. Вот, я регулярно оглядываюсь, идет ли она никуда-нибудь, не делась. Потом оглядываюсь, нет ее. Вот, ну что, я подождал, подождал, нет и нет, значит, что-то ее. Вот, пошел немножко назад, нет ее. Вот, влез на пень, вокруг посмотрел, нет ее. Оставил рюкзак и стал нарезать круги по расширяющейся спирали, значит. Ну, нет нигде, и все, хоть ты тресни. Вот, а потом вдали, впереди услышал свист отдаленный. А там была развилка троп. Она, как всегда, задумалась, пошла непонтой, значит. Потом почему-то решила, что я ее бросил, рванул вперед, прибавила шагу, а ходит она хорошо. И когда опомнилась, мужа нет, кругом тайга, и чего делать, непонятно. Хорошо, она хорошо свистит у меня, значит. То есть свист все-таки далеко. Свист очень далеко слышно, так отдаленный, там черти где. Да, ну и тогда я ее нашел. А так, в принципе, там долина широкая, кругом строевой лес. И найти человека в этом лесу, да как иголку в стойке сену, в общем. И что делать, совершенно непонятно. Ну вот, это... Да, эти женщины с ними вечные приключения. Ой, не говори. Вот тут так. А я знаю, ты как-то повредил ногу топором, да? То есть все-таки было? Нет, не топором. Это я там споткнулся на настойбище, наброшенном, почему-то. Вот, соответственно, за корень, что ли, зацепился и прыгнул вперед, пятку в пятку. То ли, черт его знает, что там было. Короче говоря, сильная боль, в общем-то. Ну, что, дохромал до лагеря кое-как, в общем-то. И несколько дней жопа, пока все прошло. У меня же продуктов много. То есть такие случаи? Бывали, да. Переболеть можно? Последний раз мы с немножко, когда ходили, да, я упал коленкой на камень, в общем-то, и распорол до кости. Вот такая дырка. И там прямо видно в ней, как коленная чашечка ходит туда-сюда. Ну, 10 дней понадобилось. То есть на лагере жили 10 дней, в общем-то. Потом все зажло. А вот что ты берешь в аптечку? Ну, как бинт берешь, там аналгин, потом вот эту вот мась Вишневского, то есть заживляющие, вот такие вот вещи. Ну, трептоцит там какой-то. Ну, немка собирает, если я еду в поход, она мне собирает. Это ее задача, чтобы я вернулся в живот. А у тебя были моменты, когда тебе было страшно? Вот у тебя есть какие-то страхи в походе, в путешествии? Бывают страхи, вот реальные? Да как-то не знаю. Да нет, наверное. То есть, ну, не знаю. Вот у меня, например, бывает, я думаю, ой, а как там лодка себя поведет, да, или там, ой, а вдруг я там, ну, сейчас непогода начнется. Ну, что, ну, начнется, подожди, она уже кончится. Ну, да, у тебя кончится. Я просто свои страхи говорю. Ты же торопишься на соревнования. Ну, да, я тороплюсь. А я-то не тороплюсь. То есть, у тебя никаких страхов, ты прям, ну, так же тоже не бывает. Ну, неужели никаких подсознательно что-то есть? Да, молча, медведица бросалась, когда она меня, да, было неприятно, это да. А так? То есть, в момент, когда она бросалась? Да, да. А что это был, кстати, за случай? Да это, когда я, это тоже где-то по юдаме, как раз я спускался, и там впереди медведица с медвежонком кувыркались в протоке, значит. Я остановился, ждал, ждал, пока они оттуда уберутся, они меня не видели. Я думаю, ладно, я краешком проплыву. Ну, и когда я подплыл близко, тут она вдруг меня увидела. То есть, это было именно на воде? На воде. Я плыл на лодке, она бросилась, и меня спасло, собственно говоря, то, что там, где плыл, там было глубоко. То есть, она бежала по мелководию, потом, ух, в воду-то, а в воде-то она медленная. Ну, и потом она поняла, что я не угрожаю, видимо, и развернулась. А как ты думаешь, это было реальное нападение? Это было реальное нападение. Не, не, как его... Ложный выпад, нет, он не так выглядит. А чем ложный выпад отличается от такого? Ну, вот смотри, когда я по Алдану спускался, я поднимался там на Калахский хребет. Там хорошее место такое. Какой Калахский? Калахский хребет. А, Калахский. Да. То есть, такой совершенно ровный отрок, низкая травка, в общем-то, кое-где со съемки стоят, и тропа поверху идет, соответственно, медвежий. Я иду по тропе, вдруг убегает, и спереди медведь вскочил и убегает. Значит, я думаю, какой-то маленький медведь. Вдруг рядом из тенечка встает мамаша. Ты знаешь, это вот, вот бывает мамонт, это вот он и есть, значит, вот такой вот. Она так с просонья, совершенно... И вот она делает в мою сторону несколько шагов вот таких вот. То есть, в надежде... Шагов. Шагов. То есть, не голоков. Нет, нет, нет. Несколько шагов вот таких вот в мою сторону. И смотрит на меня в надежде, что я испугаюсь. Вот если в этот момент испугаться и кинуться бежать, она бросится. Однозначно совершенно. Или сделать какие-то движения. Какие-то движения? Вообще? Ну, стоишь, замер, все. То есть, ты не должен представлять опасности в данном случае для ее медвежонка. То есть, она за своей медвежонкой, она ничего не боится. Ее нельзя напугать. Вот. Все, она видит, что ты не шелохнулся, и она уходит потихоньку, постоянно оборачиваясь. Вот так. То есть, такие случаи были неоднократно. Напугать можно медведя нормального. Он, да, он пугливый, он не будет связываться, он убежит. Но медведицу с медвежонком напугать невозможно совершенно. Она ничего не боится. А тогда расскажи, почему он меня был... Ну, вот на меня в этом году тоже сделал нападение медведица. Причем она бежала на меня голопом. Голопом. Вот так. Это было очень страшно. Я, ну, естественно, не убегала. Но я как бы делала... Как я вот двигалась, как бы параллельно берегу, я так продолжала чуть движение. То есть, я не убегала, но не стояла на месте. Я удалялась, как бы на нее посматривала. И когда она и совсем уже приближалась, ну, я выставила на нее палку и кричала на нее диким голосом, ну, страшным. Да, обычно я кричу матом, да. Ну, не матом, я кричала, уходи, уходи, выставила на нее палку. Это был ложный выпад. Если это был ложный, что, мне надо было стоять и вообще ничего не делать? Нет, нет. Если бы ты стоял и ничего не делал, ничего бы не изменилось. Было бы то же самое, да? Ну, я же... А вдруг... Ну, понимаешь, как вот... Ты думаешь, чтобы он не представлял угрозу? Да, на случай, да. А тут же я на нее... Как только она понимает, что ты не представляешь угрозу медвежонку, он уже убежал. А если я выставил на нее палку, я же ей угрожаю? Так на нее... Так ей ты угрожаешь. Она не боится тебя. Нет, хорошо. Ты говоришь, что если бы ты тогда не шелохнулся, а стал бы убегать или уходить, ты этим что, представлял бы угрозу медвежонку? Нет, ну, если ты убегаешь, это как бы у них инстинкт охотника. Но если бы ты не стоял, а тихонечко уходил в сторону, Ну, не знаю, насчет тихонечко не знаю. Я к тому, что делать все-таки, стоять как пень или... Ну, вообще рекомендуют все спокойно... На месте стоять. Ну, вот, поорать там, это да. Поорать можно, да? Да, да. Но тут и душа сама зовет. Да, это точно. Я этим обычно пользуюсь. А так, в принципе, сколько медведей, столько и характеров, в общем-то. Ну, тут вот единственная разница между медведем и медведицей, что она ничего не боится. Она за своего медвежонка там... Ну, это просто мурак. Да. Эти сумасшедшие мамаши, это да, это все. А медведь, он старается уйти, и что? Он тебя увидел. Ему, главное, лицо сохранить. То есть, не просто убегать, так спокойно. Да, да, да. Вроде я, что, я тебя не вижу, и... Я мимо тут пробегал. Да, да. Ясно. Ну, вот они у нас на дачи выходят, в общем-то. Как увидят, что человек, ну, убегает. Все, значит, что не связываться с этими. У него же нет врагов, кроме нас. Единственный враг медведя, это человек. Ага. Ну, а все вот все время спрашивают, ну, как же так, а если там аппендицит, или там что-то такое, а у тебя вот нет связи. Вот реально, ты никогда не боялся за свое здоровье, что вдруг у тебя, ну, понятно, что мы все люди здоровые, путешествуют, но вдруг что-то, раз, ты же не проверяешься, там, вдруг что-то там выскочит, и тебе там надо срочно, вот, не боишься ты такого, или там такого чего-нибудь. Знакомый один говорил, ну, вот, с возрастом, говорит, когда-то в организме все начнет сыпаться, ну, вот, как можно там куда-то ехать. Я говорю, ну, хорошо, поставь палатку возле поликлиники, жди, когда начнет сыпаться. Ну, что теперь делать? То есть, никогда не случалось, чтобы там что-то серьезно заболело? Даже в экспедиции народ особо не болел, понимаешь, как? Я не знаю, то ли едут люди в основном здоровые, то ли вот эта вот экстремальная работа, экстремальная ситуация, она подстегивает организм людей к нормальной работе. Да, но ты же говоришь, что для тебя это жизнь, путешествия, а не экстремальная какая-то, то есть ты живешь нормально, или все-таки для тебя так, а организм все-таки немножко, ну, как бы на таком режиме экстремальном работает? Что там делает организм? Я не знаю, а мне в походе хорошо. А как уж он там будет с этим справляться, это его трудность. Ну, да, когда, ну, наверное, когда... Главное его кормить и не перенапрягать. Да, вот расскажи, как ты печешь лепешки. Сколько на это уходит времени, и у тебя уже хороший навык быстро печь? Нет, не то, что быстро печь, это же дрожжевые лепешки. Надо подождать, пока подойдет. Ну, обычно я дневку устраиваю. Подожди, ты берешь с собой какие дрожжи? А вот эти французские маленькие, в момент пакетики. На килограмм муки, которую замешиваешь, ну, один, а лучше два пакетика, она хорошо подходит. Я беру свое ведро пластмассовое, в нем замешиваешь, и в теплую воду. В момент, там, и полную игру у тебя из него получается с десяток лепешек, таких приличных. И на сколько тебе хватает вот таких десять лепешек? Три дня. То есть, через три дня у тебя пять дневка, и ты печешь? Да, обязательно. То есть, и так через три дня дневка, да. То есть, редко, очень редко бывает, когда я двигаюсь подряд четыре, там, дня или больше, и потом... То есть, как правило. Ну, что ж ты это не рассказывал? Что вам интересно? Вот, действительно, техника, ну, то есть, даже стиль твоего путешествия, это значит, ты, там, день, два, три напрягаешься, а потом отдыхаешь обязательно, даже если хорошая погода. Обязательно, совершенно. Именно хорошая погода. То есть, как бы, дожди, они не входят в дневку, это вынужденная остановка. А, то есть, помимо вот этих? Помимо, конечно. То есть, вот за лето у меня, вот за эти три, там, или четыре месяца, получится где-то, наверное, порядка, там, тридцати ходовых дней, не больше. То есть, большую часть ты стоишь на месте и отдыхаешь? Понимаешь, как вот дневка, это ты не просто стоишь на месте, не просто занимаешься хозяйственными делами. Ты можешь сходить налегке, куда-нибудь. Понимаешь, это, в принципе, тоже отдых. Ну, если, конечно, там невосхождение какое-то бешеное совершенно. Вот, то есть, в этот день ты же не лежишь просто так, ты все равно что-то делаешь. Подожди, в этот день, когда ты печешь лепешки, ты еще куда-то сходишь или нет? Ну, на лепешке полдня уйдет. А полдня ты уйдет? Да, полдня остается. Можно подняться на соседнюю вершинку, что-нибудь поснимать, посмотреть вокруг. Понимаешь, вот такая вот штука. Вот, можно просто на дневку остановиться, если нужно куда-то сходить, в общем-то. Все равно, даже если ты вот останавливаешься на дневку, ты же не можешь лежать целый день в палатке. Это же бред полный, нахрена ехать такую дать, чтобы лежать в палатке. Я и дома могу на диване лежать. Поэтому дневок надо делать много, в общем. Потому что самые интересные кадры, самая хорошая съемка, когда ты идешь налегке. То есть, когда ты идешь с тяжелым рюкзаком, тут как бы не очень до съемки, в общем. Ты идешь, ты ни хрена вокруг не видишь. А еще и снимать надо, еще нужно, значит, так сказать, текст нормальный сказать. А когда ты идешь налегке, то ты, собственно, за тем и идешь, чтобы поснимать, посмотреть. Поэтому надо больше ходить налегке. То есть, меньше передвигаться с грузом, больше делать остановок и больше ходить налегке. Больше увидишь. Даже если пройдешь меньшее расстояние, но увидишь больше, однозначно. То есть, ты можешь тысячу километров пробежать и видеть только вот эту лению и свои ботинки. А можешь пройти 100 километров, но наснимать столько, что будет класс. А ты заранее намечаешь вот те вершинки, на которые бы ты хотел, ну, помимо каких-то основных, понятно, ключевых. Вот походу у тебя это как экспромт. Вот, о, там увидел вершинку, ясен. Экспромт. Ага, то есть, ты не намечаешь? Нет, нет, конечно. Я намечаю приблизительно основной маршрут. Приблизительный. То есть, он и основной маршрут может меняться в процессе. А уж куда из него сходить, там, посмотреть, чего это по месту. Скажи, вот ты зимой как поддерживаешь форму, тренируешься? Ну, да, понятно, твоя работа плотником уже физически. То есть, брус потаскаешь и натренируешься. То есть, больше ты никаких тренировок, там, на лыжах пробежки или там... Ну, на лыжах-то я в Подмосковье-то езжу, когда дома сижу, в общем-то. Ну, это как бы не пробежка, то есть, это обычное хождение. То есть, не больше тридцатника за день. Там лыжня под Абрамцовым обычно. Там делаешь небольшой круг, вот тридцать, ну, тридцать пять километров. С обедом, с костром, так сказать, не спеша. Ну, а зарядку какую-то ты делаешь? Ну, делаю с утра зарядку. Есть у меня вентиль, турник дома. То есть, все-таки ты форму поддерживаешь не только... Ну, я ее поддерживаю для работы. А, ну, то есть, когда у тебя нет работы... Когда у меня нет работы, я поддерживаю форму, потому что я на работе должен быть в форме. Это как у меня друг говорит. Пришел, говорит, плотник, говорит, пришел. Он, говорит, в комнату не помещается. Уже, говорит, что-то надо делать. Табуретка не выдерживает. Я вот знаю, что у вас, когда, ну, не в юности, может быть, в молодые годы, когда ты работал в экспедициях, вы отреставрировали старую лодку, и на ней, такую большую, и на ней совершили какое-то путешествие. Да, буксирчик был. Что это было за приключение? И ты тогда уже научился, ну, вот этому плотнинскому или какому-то делу такому? Ну, где-то в экспедиции я и научился плотнинскому делу более-менее. Хотя и раньше руки приделаны были. Просто у нас был рабочий плотник хороший, с читы все время ездил. Ну, и мы с ним там баньку рубили на Алёкме, еще что-то, в общем-то. И кое-какие навыки я тогда получил, самый первый, в общем-то, такие приличные. А корабль у нас был, да, с Алёкмы, начиная с Кудыкуэля, мы сплавились практически до Якутска, до Усиботова. С Кудыкуэля? Кудыкуэля – это единственный поселок на Алёкме. А, то есть вы сплавились по Алёкме? Да, по Алёкме и потом по Лене вниз, почти до Якутска, в общем-то. Это сколько километров? Да, это порядка 600 километров. С работы, разумеется, в общем-то, по пути работали. Вот это был буксирчик такой метров 8 длинной, в общем-то, мы его починили, дырки там починили, всякие. То есть я сходил в администрацию поселка, они сказали, да, забирайте, мне там он нафиг не нужен, значит, все. Мы его починили, спустили на воду, повесили на него вихрь, сделали каюту, поставили мачту с парусами, там даже фотографии у меня есть по этому поводу. И по Лене плавлю, в общем-то, с работой. Вот такая была работа в советское время. Да, романтика настоящая. Класс, ага. И за это еще платили, представляешь? Да, немножко представляю, да. Вот интересно, что ты в своих путешествиях иногда делаешь длинные, достаточно радиальные, кольцевые выходы к каким-то старым месторождениям, к местам, где сохранились керны. Вот что-то там, для чего ты это делаешь? Ты из интереса или реально что-то? Нет, ничего реального. Ну, ты же, понимаешь, у любого похода, который, собственно, сам по себе бесцелен, должна быть какая-то цель. Соответственно, цель эту надо придумать, чтобы ты не просто вот делаешь радиалку в 60 километров, а ты идешь к какому-то заброшенному месторождению, чтобы посмотреть, ну, вдруг там что-то интересное будет. Вот, то есть это уже достаточно определенная цель. То же самое, как когда на майске сплавляешься, скажем, по Нерли. То есть просто сделать какой-то дурацкий выход на целый день и походить по дорогам, это одно, а сходить точно так же, но в магазин купить себе курицу и вернуться обратно, значит, туда-пятнадцать обратно, то есть целый день, это уже цель. Это уже интереснее. То есть, собственно, по тем же самым дорогам, но с целью, а не просто так. Да, понятно. Ну, а вот в этих выходах ты реально что-то находил, интересное, что полезное там для месторождения или там, я не знаю, ничего такого. Да нет, нет, конечно, на отработанном месторождении мало чего-то интересного такого найдешь, в общем-то. Но, тем не менее, скажем, если ты приходишь в заброшенный старательский поселок в Таиге, конечно, там интересно полазить по этим старым избам, еще что-то. Но, как правило, у них ничего интересного нет. То есть, что-то такое необычное. И вот, конечно, в ущелье Мраморном, вдаль строя встретили рудник, вот этот вот старый. Ну да, там железяки всякие старинные, с клеймами, значит, там тех времен, там кругом это колючка, в общем. Это где? А это от Новой Чары есть ущелье Мраморное, так называемое. Вот известный там начали добывать уран. Магадан, это первое урановое месторождение в СССР, в общем-то, еще во время войны, по-моему, его начали разрабатывать. Ну и там сохранились в горах эти бараки, там всякие, в общем-то. Тут мы немножко туда лазили посмотреть. Да, это, конечно, интересно, в общем-то. Но это наша история. Точно так же, когда я под Магаданом работал, вот мы были на многих заброшенных рудниках. Все оловянные рудники, это старый Дольстроевский лагерят. Вот это тоже очень интересная штука. То есть посмотреть вообще, как мучили там людей, что из себя представлять карцев, это просто кошмар. То есть это высокогорная зона, где уже нет леса, в общем-то, это каменные здания, то есть мрак. То есть удивительно, как тут кто-то вообще выжил, в принципе. И там их очень много, в общем, вдоль Колумбинской трассы. Ты не бывал там? Нет. И мы там работали один сезон. В Вимсе я работал. Нет, тут меня не ранило сырья. Тоже в советское время. Не, ну на этих рудниках и при царизме, я вот сейчас говорю, читаю, остров Сахалин, так там вообще прикованные к тачкам есть были. То есть людей тоже в таких условиях держали, что угу-гу вообще. Все это, конечно, грустно. Нет, я даже вот под токсимоз специально лазил в месторождение этого хрусталя заброшенное. Я думал, я кристаллы какие-то там понаберу по этим. Там действительно расканавлено очень много, в общем-то, карьеры всевозможные. Ничего интересного. Там сростки кристаллов есть такие невзрачные совершенно. Я там рылся, рылся. Несколько дней там был, все исходил, излазил, все посмотрел. Очень интересного нашел. А сами места интересные, и забраться легко, в общем-то. А вот интересно мне, в том фильме, где-то в Верховьях, ручей Снежник был, да, это вот приток, неткана, выше Кальона, там были погребенные окаменевшие лиственницы, очень толстые, то есть в безлесной зоне. Пни, да, да, были пни. Я не первый раз это вижу. Вот, и даже в районе Кнория, вот там выше Кнория, когда поднимаешься, по-моему, как раз это ручей Надежды, там разлив такой, есть большая такая терраса, как бы нам это... Из нее вымывают пни. То есть это выше безлесной зоны? Выше, однозначно выше безлесной зоны, огромные совершенно пни. Я у лениводов тогда спрашивал, я говорю, откуда они взялись, пни-то, в общем-то. А я, говорит, из моряна вымывает. Это, говорит, еще с тех пор, когда мамонты были. Горят, говорит, шикарно. Они практически как камень такие, крепкие. Ну, хорошо. Тебе вот через сколько после того, как ты вернулся, скажем так, из своего летнего путешествия, тянет обратно в тайгу? Есть у тебя такая тяга? Или это зависит только от лета? Приходит, тебя тянет, а зимой не тянет? Ближе к лету, да, скажем так. Понимаешь ли, вот, скажем, я целую зиму строю дачи. Прибиваю дощечки, дышу этой пылью, стекловатой, в общем, все прелести, так сказать, работы. Рабочей жизни. Да, рабочей жизни. И к весне я с таким удовольствием еду ломиться по этим горам, кустам и бурелому, что просто немыслимо. К концу лета мне так надоедает ломиться по этим буреломам, что я с удовольствием еду в Москву прибивать эти дощечки. Понятно, смена, смена. И вот, так сказать, эта ротация, она всегда и происходит. А из тайги надо выходить, когда тебя зима выгоняет. Из тайги надо выходить, когда зима. Это хорошая цитата, я запомнил. А пока, так сказать, есть возможность там находиться, надо там жить спокойно. Ты считаешь себя счастливым человеком? Разумеется. Господи, о чем речь? Куда уж счастливее. А ты когда-нибудь был за границей? Отдыхал? Никогда, да? Нет, никогда не был. Да мне как-то и тут хорошо, в общем-то. Многие друзья, которые ездят за границей и которые раньше работали в экспедиции, они говорят, нет, у нас лучше. Да у нас, мне кажется, даже хотя бы то, что везде можно костер разжечь. Да, ты знаешь, говорят, там далеко не везде можно разжечь костер и поставить палатку. Я думаю, что люди, которые попадают в такие места, у них достаточно менталитет грамотный, чтобы сохранить как-то природу. Но в то же время бывают же пожары, да? Ой, не факт. У нас побережье чуть ли не каждый год горит. Как прошла группа, так задымилось. Вот мы когда там живем, у нас несколько мест рядом, где останавливаются обычные туристы. Вот как только с горы я вижу, что встала группа, значит, так все за ним надо смотреть. Как они снялись, так ведра в лодку и поехали туда гасить. То есть ты в нештатный пожарный? В нештатный пожарный в соседних двух-трех бухтах, значит. То есть то, что я могу осмотреть от себя, скажем так. Вот. И гасили несколько раз, загорался завал вот эта вот, гора бревен на побережье, в общем, два дня гасили, в общем-то. То есть сосед у нас был, он за своей бухтой там смотрел, как только он перестал ездить туда на рыбалку, так лес сгорел несколько километров. То есть постоянно леса горят. То есть вот от Чупы в сторону Гридина там почти все побережье сгоревшее. Но вот что надо, как следует заливать? Или люди вообще, что ли, не заливают? Или просто неаккуратно заливают? Нет, не заливают, бросают просто костер. То есть надо просто заливать? Просто надо тушить, воды полно, да? Подошел там несколько котелков залил, да? Да, посмотрел, чтобы погасло как следует. Потому что считают, как, вот костер говорит, а, камни привалили, все, значит, погаснет. Да ни хрена не погаснет, ветер дунет и побежал. В чем разводят? В Амхе, в Ягель, в чем угодно. Ягель, знаешь, как горел, уже как порох. Говорит, нет, он сырой. А солнце выходит, оно за пять минут Ягель высушивает, и все, и побежало. И уже не догонишь. То есть самое страшное вот это вот. Причем даже по юдаме я тогда спускался, а передо мной прошла группа из Якутска. Я почему знаю, они заходили к этим же глициологам, значит, вот, перед тобой тут проходили. На юдаме в Верховьях вообще людей нет, никого совершенно. Горит сопка. И плываю, думаю, откуда дым, посмотри, сопка горит. Ну, больше никого не было. Не удалось потушить. Да как сопку погасишь, ты что, дождик пойдет, погасит. Ну, ясно, значит... На Алёкме тогда горит возле поселка, километров в десяти от него, значит. Мы как раз лодки увидели, пожарище такой, все. Приезжаем в поселок, значит, у вас там тайга горит. Эти местные ягодки, а, в октябре месяц погасит. А у тебя когда-нибудь пожар попадал? Нет, нет, не попадал. Попадал в дым, в невероятный... А вот в дым, кстати, как? Это же тоже, я тоже как-то... Это же дышать невозможно. Что делать вообще, если ты попадаешь в дымовое такое окружение? Ну, ты знаешь, я не попадал в такое, чтобы дышать невозможно было, а в такое, чтобы солнце не видно было. Да, попадал, в общем-то. Когда с Маймакана переваливала на Учурх, там такая мелкая речка, Чумикан. В общем-то, я по ней подымался, лодку за собой вел и пригнала дым. То есть, горела где-то недалеко. То есть, настолько плотно, что вот метров десять и ничего не видно, в общем-то. И само по себе-то фиг с ним, но надо же ночевать. А вдруг он ночью подойдет, этот пожар, хрен его знает, с какой стороны ночевать даже, в общем, ничего не понятно. А на следующее утро поменялся ветер, его унесло, и все, и кристально чистое совершенно небо. Вот такая вот штука. А возвышенности нет, там равнинная такая, то есть, неоткуда посмотреть даже, где горит. Очень неприятно. То есть, когда ты не знаешь, откуда придет опасность, то есть, настолько неприятно, что просто мрак. А вот сколько ты берешь с собой коробков, спичек или вообще что-то там зажигал? Один коробок на четыре дня. Коробок на четыре дня, такой расчет, да? Это экспедиционный расчет, да. Правда? Интересно, я не знала, кстати. Ну вот, обычно так берут, то есть, это с экспедиции осталось. Дело не в том, что ты используешь столько спичек. Понятно. Один размок, на один ты сел, раздавил, там еще чего-то. И в среднем, пусть лучше останутся, они же не тяжелые. А как ты хранишь спички? А вот этот контейнер для СВЧ. Тоже в контейнер для СВЧ? То есть, это... Плотненько туда все укладываешь, не промокает. А наставляю коробок в салофан и сюда. Последний раз я еще приспособился, вот есть вот такие маленькие коробочки от драже. Они точно размером со спичечный коробок. Да? Вот. А их промокают, но не мнутся. То есть, невозможно раздавить. Вот, в общем, оказалось, это неудобная штука. Как раз четко толстает коробок, плотно так. Ну, вот как ты относишься к всяким вот таким, сейчас появились во всяких там магазинах, выживание там и так далее. Вот такие, как они называют, огни вот так называемые, которые ножом... Мне подарили такую штуку. Вот как ты относишься к такой штуке? Как тебе сказать, никак не отношусь. Я уже не отношусь к выживанию. Я же на отдыхе. Поэтому я пользуюсь спичками. Ну, я тоже. Я просто... Вообще это действенное. Зачем это? Это что, реально не промокает? Ты можешь это... Ну, ведь это можно продать. Понятно. То есть это просто приманка для тех, кто играет в выживание, да? Ну, разумеется. Там же много очень всяких примочек для этого дела. Я вообще как-то прочитал замечательную совершенно небольшую статейку. То есть парень какой-то взял в поход газовую горелку, ковея, значит, у которой пьезоподжик. Какой вывод он сделал из этого похода? Ребята говорят, берите в поход спички. Или зажигался. То есть он ничего не взял, потому что у него есть пьезоподжик. Он накрылся сразу же. Ребята говорят, берите в поход спички. Хороший вывод. Хороший вывод, да. Но какой ценой он ему достался? Да. А не проще был коробок взять? Вот так вот. То есть старая советская закалка геолога, старое обычное стережение и, в общем-то, ничего особенного. То есть не нужно ничего супердорогого, суперсовременного, ничего особенного. Он или не вода. Они все время в тайге. Посмотри на них. Он одет в пиджак и обычные штаны. Ничего особенного. И болотники. Пиджак. Зачем ему там пиджак? Да в нем тоже можно ходить. Ничего особенного. Ну, плащ, наверное, есть у него. Конечно, если ты идешь какой-то совершенно там на Эверест, лезешь, ну, понятно, там нужно снаряжение. Но для обычного похода, когда ты ничего такого не преодолеваешь, не нужно ничего особенного. Почему пендриваться? Конечно, много снаряжения. Можно потратить страшные деньги, купить всего супер-супер. А можно пойти вот, чем мальчик, чем она плохая. Вот, уважаемые зрители, берите пример с обычного человека Сергея Ермакова, который ходит по обычным маршрутам, просто по тайге, и не берет никакого специального снаряжения, и специально никак не тренируется. Ну, в общем, не тренируется. Просто живет на природе, так сказать, как дома. В тайге, как дома. Ну, и не бегать по 60 километров за день, как некоторые. Да, может быть и так. Спасибо.